В этом видео анимация, когда страница у нас загружается, по нашему демо-примеру, и эффекты при наведении мыши, типа что-то вот такого. Давайте в этом видео рассмотрим. Меня зовут Федор Васильев, и поехали! В прошлом видео мы с вами собрали первый экран, по нашему демо-примеру, как я это показал, и второй экран, информационные блоки и анимация. Переходим в админку нашего сайта, переходим в режим редактирования, можем вот так вот посмотреть, у меня здесь есть раздел 2, то есть это для второго экрана, здесь будем строить контент, если у вас нет, вы можете его здесь добавить по синему плюсику, ну или же это можно сделать здесь, вот он, синий плюсик. Если мы посмотрим на демо-пример, у нас вот структура, раздел 2, текст, для текста одна колонка, 4 информационных блока, новая строка и 4 колонки. То же самое делаем здесь. То есть давайте лучше вот так наглядно я сделаю, здесь я добавляю одну колонку, здесь будет заголовок этого блока, то есть вот такой вот текст. Дальше я нажимаю плюс и добавляю 4, вот здесь у нас 4 колонки для 4 информационных блоков. И то же самое здесь у нас есть текст. Итак, вот у нас на сайте так это выглядит. Я перехожу в текст, это заголовок добавляю, здесь у меня несколько фактов обо мне. Дальше я перехожу в дизайн, выравнивание по центру. По поводу анимированных блоков, если у нас примерно блоки одинаковые, то здесь, чтобы сократить время, нужно один первый информационный блок настроить полностью, а потом сдублировать его и уже там изменить текст. И, например, там анимацию сделать, чтобы сначала первый выплывал, потом второй, то есть задержкой. Сейчас в этом видео это рассмотрим. Значит, я в 4 захожу, добавляю текст. Точнее, это у нас первый блок. У нас имеется заливка, поэтому заливка у нас фон. Вот такая вот заливочка. В дизайне, в тексте цвет текста белый. Если я посмотрю на демо пример, то у нас здесь есть, видите, еще заголовки. То есть, вот такое поле для заголовка, на самом деле, в своем примере я не использовал плагин текст в этих областях, я использовал другой плагин. Давайте на нашем сайте тоже использую другой плагин. Нажимаю плюс. Это у нас вот этот плагин «Призыв к действию». Я его здесь выбираю. То есть, вот такой вот плагин. Заголовок, поле заголовка. У меня видеоуроки. Дальше. Дефолтный текст удаляем. Ставим свой. Вот у нас уже что-то похоже. И не забываем фон. Тот, который мы сами используем. Сразу можно посмотреть расстояние. Я считаю, по краям слишком много по умолчанию. Здесь у нас расстояние. Перехожу в дизайн. Расстояние. И слева-справа я выставляю по 15 пикселей, то есть меньше. Слева-справа уменьшаю расстояние. Видно, что здесь текст немножко растягивается внутри нашего блока. Если посмотрим на наш демо-пример, у нас за блоком имеется некая тень. Заходим в наш плагин. Дизайн. И выбираете ту тень, которая вам больше всего нравится. Вот я подсветил уже тенью. При загрузке страницы у нас есть некая анимация. Вот я обновляю страницу. Блоки появляются. Сейчас наш блок стоит на месте. Для этого мы в дизайне. Переходим в самом низу. Здесь есть анимация. Здесь есть несколько видов анимации. Можете просто кликать и сразу видеть, как анимация срабатывает. То есть выбрать что-то для себя. Ну, тут есть интересные варианты. Я выбираю вот это увеличение. И ниже у нас есть опции. Там задержка анимации, продолжительность анимации. Есть эффект однажды. То есть один раз анимация срабатывает. Петля. Это зацикленная анимация, но она срабатывает не для всех видов анимации. Для этого блока пускай так вот оно и останется, но для следующих наших информационных блоков было бы интересно, если бы они появлялись после. То есть сначала вот этот блок, потом второй, третий, четвертый. За это будет отвечать время. То есть когда анимация появится. Я позже покажу, как это включить. У нас с вами первый блок почти готов, но у нас еще есть эффект при наведении. И тут уже самое интересное. То есть у нас есть здесь в этих же настройках так называемое преобразование. В следующем видео мы более детально рассмотрим данный вариант анимации, так как это очень интересно. Это эксклюзивный вид анимации, различных манипуляций с нашими блоками на сайте, так как в других конструкторах пока таких эффектов я не наблюдал. И нам нужно, чтобы при наведении мыши он немножко поднимался вверх. Для этого, смотрите, у нас есть масштаб трансформации. И вот вторая кнопка есть, кликаем по ней. И сразу кликаем вот здесь вот наверху есть такая стрелочка. Эта стрелочка говорит о том, что эффект будет работать при наведении мыши. То есть нажимаем на стрелочку и появляются две кнопки. Мы выбираем зависать. На самом деле здесь неправильный перевод. Это вот как раз при наведении надо было здесь перевести. То есть обязательно надо нажать на эту кнопку и только теперь будет эффект работать при наведении. А теперь задаем эффект. Внизу видим вот такую вот конструкцию. Прямо зажимаю левой кнопкой мыши и вот этот блок поднимаю произвольно, абсолютно чуть-чуть вверх. И вы видите, этот блок поднялся вверх. Если я переключусь на рабочий стол, вы видите, блок опустился. Таким образом, переключаясь вот между этими кнопками, можно видеть, насколько он подниматься будет у нас на сайте при наведении мыши. Если нас все устраивает, нажимаем здесь галочку, сохранить. И давайте посмотрим на главной странице нашего сайта, обновляю страницу. Вот анимация, во-первых, сработала при открытии страницы, при обновлении страницы и при наведении. Смотрите, на блок уже все работает. То есть мы достигли нужного эффекта. Далее просто уже будет побыстрее. Мы с вами просто дублируем данный блок, перетаскиваем его сюда, дублируем еще раз и таким образом заполняем все четыре информационных блока. Я сделал все четыре. Смотрите, если я обновлюсь, у нас, видите, они анимационно одновременно появляются. Но это не очень красиво. Естественно, уже тексты вы видите одинаковые. Я уже не буду это показывать. Вы уже сами и так понимаете, как их заменить под себя. А вот с анимацией я покажу. То есть, например, первый блок у нас пускай так анимируется, а вот второй. Заходим в дизайн, анимация. И на втором блоке, вот где анимация, вот здесь вот. Вот здесь я выбрал 500 миллисекунд. Далее я перехожу, здесь галочка, перехожу в третий блок, дизайн, анимация. Здесь тогда я уже делаю, например, 800 миллисекунд. На галочку нажимаем и в четвертом блоке, дизайн, анимация, я выставляю уже 1100 миллисекунд. Но я выставляю приблизительно. Сохранить. Главное, чтобы был эффект. Обновляем страницу. Вы видите, блоки, они друг за другом появляются. Вот это я и хотел показать. То есть, достаточно несложно все это делается. Вот у нас при наведении все работает. И остается, как говорится, последняя муха в супе. Что у нас с мобильной версией? Переходим планшет. Ну, в данном случае, из-за того, что текст одного размера, потому что текст один и тот же, здесь все идеально. Если у вас текста будут где-то длиннее, где-то короче, то один блок, например, будет уже, выше. И здесь можно будет для каждого устройства подгонять их, эти блоки, просто играясь внутренними отступами. Я думаю, вы уже разберетесь, где это. И здесь все нормально на мобилке. Вы видите, здесь идет адаптивный дизайн именно в DV, интеллектуальный. То есть, он сам подстраивается, практически нам ничего не надо менять. И это очень здорово, очень хорошо. Мобильный дизайн здесь в порядке. Думаю, здесь мы этот блок закончили, все у нас получилось. Если вас плагин DV заинтересовал, вы сможете приобрести его по ссылке в описании к этому видео. Покупая DV, таким образом, вы поддерживаете меня. На этом видео я заканчиваю и увидимся с вами в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok